ВК-образование представляет? Новогоднее шоу, в котором эксперты экосистемы ВК подводят итоги года и говорят о технологиях. Привет, это Костя Сидорков, и прямо сейчас вы будете смотреть новогоднее шоу от ВК-образований. Тут вы узнаете не только все самые последние новости от компании ВК, но также увидите крутых экспертов и узнаете, как же можно попасть в IT. Геймдев, Вова Красильников. Владимир Красильников, игровой продюсер компании PIXONIC. Придумывает игры так, чтобы в них было интересно играть. Вова, я начну с самого прикладного вопроса. Расскажи мне коротко, что такое геймдев? Это индустрия разработки игр. И компьютерные игры занимают довольно большую часть массовой культуры современной. Мы видим, что аудитория компьютерных игр игроков и зрителей подбирается уже к профессиональному спорту, уже там оборот по деньгам рынка обогнал кино, поэтому это большая часть, можно сказать, всей жизни человечества. А какая роль именно у тебя в этом? Я пришел в геймдев как геймдизайнер, то есть человек, который занимался именно правилами, технической документацией, всем таким. Сейчас я, в общем-то, можно сказать, исполнил свою мечту. Я веду свои собственные проекты, которые сам хочу реализовать. Прикольно. А что это за проекты? Ну, мы не все можем рассказывать, конечно. Ну давай, так, чтобы никого из нас не уволили. Да, но я занимаюсь в первую очередь соревновательными играми, и это шутеры, да, это и стрелялки, если говорить по-простому. Вот, это мне понятно. Подожди, но я правильно понимаю, что ты еще как бы, ты помимо того, что занимаешься их разработкой, я или как? Смотри, должность продюсера игрового, она во многих местах за разные вещи отвечает. Но в целом, самое главное, это то, что продюсер ведет срок, составляет план и имеет некоторый вижн, который доносит до команды. И как бы, ну, чем-то это похоже на режиссера, но не совсем. Иосифа Тригожина. Да, не совсем. Нет, просто в моей голове продюсер, это сразу там Максим Фадеев, Иосиф Тригожин. Тут, я говорю, во всех студиях это немножко отличается, должность. Хорошо. Сам ты, я так понимаю, играешь активно в игры. Да, конечно. Нужно узнать рынок. И смотри, вы, получается, все сидите в офисе, играете в игры, ты тоже играешь прямо на работе. Да, да, это часть работы. И говоришь, что да, это типа часть работы. Ну, смотри, мы, конечно, не все время играем, на самом деле, довольно небольшую часть нашего рабочего времени. Но политика регулярных плейтестов в компании — это обязательная вещь, потому что все разработчики должны испытывать сам опыт игрока. То, того, для кого они делают эту игру. И они должны сами понимать, что в игре хорошо, что плохо, рефлексировать, на эту тему делиться фидбэк. Прямо маленькое уточнение. Смотри, вот я представляю, ну, как стандартный игрок играет, он там проходит миссии, условно там добивает цели и так далее. А игрок-разработчик, он там, не знаю, ходит, пытается найти там лаги, можно ли где-то в текстуру провалиться. Это QA, это тестировщики. А, это тестировщики. Это отдельная профессия, которая именно занимается тем, что непрерывно тестирует фичи по поводу того, как они работают и все прочее. Но все, в том числе и программист, и художник… Сходит, бьет в стену и надеется, что… Да, да, да. Заходит в бар и покупает минус одну бутылку пива. Хорошо. При этом все остальные участники команды тоже должны понимать, что за продукт они делают. Это, в принципе, есть и в других продуктовых командах, которые не занимаются играми. Но для нас это особенно важно, потому что геймдев — это, в принципе, такая сфера увлеченных людей. Здесь очень много людей, которые пришли именно ради игры. Распространенное заблуждение в том, что в геймдеве работают только программисты, только люди, которые умеют либо очень классно рисовать в каком-нибудь сложном 3D-редакторе. Это не так. У нас есть очень большое количество разных профессий и специальностей, которые так или иначе связаны с играми. Это могут быть и сценаристы, и левел-дизайнеры, и те же самые QA. Для входа в геймдев не нужно сложных технических навыков. Достаточно желания и большой насмотренности игр. Вот это, пожалуй, тоже. 15 меня могут взять на работу? Ну, трудовой кодекс — нет. Слушай, ну у нас разработчик ВКонтакте в социальной сети, в смысле, работал, когда ему было 15. Ну мы там, ну нет, с 14 лет можно на самом деле, так что... Да, с разрешения родителей или опекуна можно. Да, но главное, да главное все-таки иметь талант и какое-то вот зерно, которое можно потом развить. Талант шлифуется, а главное — желание вначале. И скажи, какое вообще сейчас искусство у реальной жизни и у виртуальной? И там, и там, если нету раскаленной кочерги сзади, то люди обычно не очень склонны двигаться вперед. Что для продукта мотивация? Здесь не гурочки, а смерть. Сейчас пример, сейчас пример. Я недавно смотрел видео про двух фехтовальщиков. Это олимпийское фехтование. И они 10 минут очень агрессивно друг на друга смотрели и стояли, не касаясь друг друга, даже оружие не касаясь друг друга шпагами. Это был уже матч. Дело в чем? Дело в том, что агрессивность не всегда выгодная стратегия. И в спорте, и в играх, и в жизни тоже. И иногда выгодно подождать, потерпеть. Я как геймдизайнер, у меня есть такая профдеформация, я смотрю на такие вещи и ищу баги в правилах. Вот здесь есть баг в том, что нет никакого стимулирующего действия, которое подталкивало бы игроков, спортсменов. То есть ограничения по времени у них там нет? У них есть ограничения по времени, но при этом они могут просто стоять и надеяться, что нападет оппонент. С тех пор в фехтовании появилось правило наказывания игроков за пассивность, их дисквалифицируют, если они минуту не касаются шпаг друг друга. Такое есть во многих разных видах спорта. Правило 24 секунд в баскетболе, есть, скажем так, кротость тимидити в карате, в единоборствах, в ММА. И в играх это тоже присутствует. Когда вы играете в, допустим, шутер мультиплеерный, в те же роботы или в танки, вылезая наружу, как бы атака лобовая вперед, слабоумие и отвага, она ни к чему обычно хорошему не приводит. Ну это весело. Не приводит, да, это весело. Но ты не выиграешь так, если ставка высока. Поэтому нам нужно придумывать некоторые правила, которые стимулируют игроков к этому. Самый такой яркий пример — это батл-рояли, в которых есть сужающаяся зона, которая со временем подталкивает игроков к тому, чтобы они взаимодействовали. Я снова как будто бы знал, к чему придет наш сегодняшний разговор, и неделю назад в Фортнайте установил. Вот. В нашей игре такое тоже бывает. Мы используем механику маяков, то есть есть зоны, которые нужно захватить на карте, и побеждает та команда, которая держит маяки дольше и большее количество маяков в течение матча. Поэтому если ты не атакуешь, ты гарантированно проигрываешь. Вот. Есть вот эта такая раскаленная кочерга сзади. Есть механики, которые, наоборот, предлагают морковку тебе, за которой нужно гоняться. Например, там Call of Duty Warzone, есть механика киллстриков, серии убийств, получая которые одни за другим, ты открываешь себе новые способности. То есть твой персонаж умеет больше, может больше в бою. Это такая позитивная мотивация для того, кто проявляет активность. Возвращаясь к твоей работе к продюсированию, правильно понимаешь, что ты в том числе придумываешь различные механики, которые помогают, там, удерживать, не знаю, дольше игрока внутри самой игры. И какие-то, придумать другие механизмы, в общем, чтобы ему там было как-то интереснее проводить. Бывает и такое, все верно, но это скорее потому, что у меня у самого геймдизайнерский бэкграунд. А вообще это как раз больше работа геймдизайнера. Со стороны продюсера важно выделить вот среди того, что придумал геймдизайнер, какие-то фичи, которые рынком будут очень сильно востребованы. Игроки услышат про это. В этой игре можно есть зеленых обезьян и побегут туда сразу же. Вот эти вещи, это да, это уже продюсерская задача. Игры могут быть полезными? Безусловно, да. Ну, давай представим, что сейчас нас слышат мои родители, когда мне было 11, и мы как бы этот ответ им, ну, ты как бы им сейчас ответишь и расскажешь, что же может быть там полезным. Для большинства людей самое простое, это безусловно, что игры превращаются в профессию. В других профессиях игры тоже помогают. Такая нашумевшая штука, которую даже, по-моему, кто-то из производителей железа взял себе прямо в рекламный кейс, это то, что исследования показали, что хирурги, которые играют в шутеры, их движение точнее при оперировании роботом, который делает операции автомата. То есть этот навык помогает, в частности, даже в таких вещах. Про стриминг, я правильно понимаю, что так же можно зарабатывать просто транслируя, как ты играешь. Да, да. У нас есть прекрасный сервис Donation Alerts, который помогает тебе это делать, и, собственно, это, я думаю, что прекрасно так же можно монетизировать и зарабатывать, не только рекламируя на Алиэкспресс губную помаду, например. Стриминг открыл множество возможностей, и играм тоже, да. Какие у вас главные планы вообще на следующий год, куда вы хотите шагнуть, может, какую-то новую игру запустить или расширить уже какую-то существующую новыми фичами? У нас будут запуски новые, я пока не могу про них ничего конкретно рассказывать, потому что так работает наша индустрия, что мы в какой-то конкретный момент анонсируем игру, а до этого ведем работу в темную. Но наш War Robots продолжит вполне себе пополняться новыми апдейтами, радовать людей новым контентом, новыми фичами, так что это никуда не девается. Но мы работаем не только над ним, у нас много других игр, которые мы делаем тоже. А этот год чем для вас ознаменовался? Самое большое изменение этого года, которое у нас произошло, это вот пандемия достаточно сильно повлияла на наш рынок труда, и мы включились в мировую конкуренцию за кадры. Нам очень нужны новые люди, нам не хватает, Гиндеу не хватает людей, потому что сейчас можно, сидя из дома, работать на любую компанию, даже на мировую. Давай я вам сейчас помогу, вот здесь где-то появится адрес, ссылка, почта, не знаю, что угодно, куда, с вашими вакансиями, наверняка вы же сейчас ищите людей, поэтому если вы хотите играть и зарабатывать, и возможно создавать игры, вот, не знаю, куда показать, в общем, на экране вы сейчас это видите, или под этим видео на ссылочку кликайте, там будет вся информация о последних вакансиях в гейм, деве, в ВК. Спасибо большое, это было бы вам спасибо. Спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо.